Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за игрока. Начинается на сегодня седьмой сезон. Очень мне интересно, как будет складываться наша дальнейшая карьера, потому что мы всего лишь ждем, друзья, с вами двух целей примерно. Во-первых, это получить предложение. Но это моя, как бы, сейчас цель, которую я быстрее, наверное, воплощу, чем вторую. Первая, это попасть во французский чемпионат именно в ПСЖ, потому что в другие клубы нет смысла никакого переходить, потому что там до сих пор идет гегемония. Даже сейчас мы семь виртуальных сезонов в ФИФе провели за игрока. Просто мне там кажется, ПСЖ много берет на себя игроков, как и в реальной жизни, и выигрывает там чемпионаты. Но вот что-то я не замечал, чтобы они Лигу чемпионов выигрывали. Последние две Лиги чемпионов именно за мной. Так что Лигу чемпионов мы уже выиграли, цель такой уже прям нет. Ну и вторая цель, это получить золотой мяч, то есть стать игроком. Года, может быть в этом году это получится, потому что мы выиграли Требл. Я лучший бомбардир, тыры-пыры, лучший ассистент в Баруси. Вот видите, лучший игрок месяца трижды, но это на данный момент так вот стоит у меня как сезон. И лучший игрок ноль. Так что мы ждем предложений, потому что сейчас открыто летнее трансферное окно. Если мне не предложат ПСЖ, я перейду в какой-нибудь другой клуб, но в Баруси я тоже не собираюсь оставаться. И вообще в немецком чемпионате, потому что я все здесь выиграл, кроме вот суперкубка Германии, который, кстати, ну будет получается против Баварии, да. И еще будет суперкубок УИФА. Так что, ну я могу остаться, конечно, здесь, если предложений не будет. Вот, ну как-то вот отыгрывать эти матчи уже не сильно охота. Ну да ладно. Во-первых, мы проставим сейчас снова те же тренировки, которые у нас были. Это тренировка штрафных, тренировка пенальти. У нас пенальти сейчас, кстати, в 90 уже может стать. Гонка на время. Здесь у меня две характеристики, еще не до 99 добиты. Так, удары вроде здесь все сделано. Пасы, пасы. Видение поля можно сделать себе получше. Ну и я бы защиту тоже бы покачал, почему бы и нет. Вот пенальти до 89. Теперь у нас характеристика отлично. При сезонный турнир я вроде вообще никогда не отыгрывал. Только, наверное, за Штутгарт, когда мы начинали нашу карьеру. Тогда мне действительно надо было это. Но сейчас просто нет. Я просто сейчас жду предложения. Мне это надо, действительно. Если действительно я могу как бы забить на это. Потому что это моя какая-то личная цель. Перейти во французский чемпионат, поиграть в топ-5 лигах. Не всем футболистам действительно это удавалось сделать. Может и нету таких, которым реально это удавалось. Поэтому если нам предложит какая-нибудь классная другая команда, я, естественно, перейду туда. Вот. Выиграли 2-0 Мельбурн-Сити. И предложение о трансфере. Мы смотрим. Манчестер Юнайтед нам предлагает. Х-х-х-х-х-х. Я не знаю, что делать. Давайте я пока что отклоню. Хотя я бы действительно перешел бы в Манчестер Юнайтед. Мне нравится этот клуб, действительно. Мы их выбили, получается, с вами в полуфинале Лиги Чемпионов. У них классный состав собрался. Я вот не знаю, стоит ли мне возвращаться в Англию. Я пока что отклоню. Извините, болельщики Манчестер Юнайтедед, хоть я и сам таким являюсь. Но нет, пока что. Я буду ждать. Во-первых, я бы хотел действительно остаться, ну, как минимум, до середины августа. Вот уже в этих числах примерно. Вот какое предложение будет. На такое мы и будем смотреть. Может быть, даже я и нечаянно так получится, что никакое предложение не получу. И впервые в моей истории такое будет, в моей карьере. Я останусь, так сказать, на второй год в Баруси. Может быть, и такое будет. Я не знаю. В этом и интерес у меня больше самого сейчас проявляется. Потому что я не такой уж и плохой футболист. 26 лет мне, 90 рейтинг уже, двукратный обладатель Лиги Чемпионов. Леопорта и Шквинер еще могут перейти сейчас в состав. К нам это вообще замечательно. Ну и все. То есть мы отыграли вот групповый этап. Три победы, я так понимаю, да. Предложение пока что все так же не поступает. Вот. Сейчас Вестхам в полфинале. Мы проигрываем, скорее всего, там по пенальти. Ну и все. Теперь мы просто ждем 10 августа. Практически месяц. Одно единственное предложение было от Манчестер и Нек. Наверное, они единственные смогли потянуть наш контракт. Вот 98, тем более у нас завершение. Может быть, я сейчас с 91 рейтингом еще куда-нибудь перейду. Кто знает. Тренировки у нас никто не отменял. Каждую неделю мы теперь качаемся. Вот. Ну и все-таки охота, да, действительно, сейчас в Баварии забрать, чтобы полностью все выиграть и в Германии и уйти достойно. Вот. Ну что, сегодня может, да, вот подкрутка, если прокачается. Но она прокачалась, но это нам не сильно помогло меня прокачать в рейтинге. Немного, буквально вообще осталось до 91 рейтинга. Я зайду все-таки еще, может, посмотрю. Иногда пишут, кто там. Ливерпуль делает предложение. Но нет. Ливерпуль бы я бы не переходил, хоть они или в Европу выиграли. Нет. Ливерпуль бы я бы точно не перешел. Может быть, если бы Манчестер мне бы не предлагал, потому что я все-таки болельщик Манчестера, который перешел в Манчестер-Сити в одном из сезонов своих. Просто ради того, чтобы поиграть в Англии. Вот. Мы неплохо там пятую строчку заняли, но я очень много забивал на тот момент. Это был мой лучший сезон, кстати. Вот очередное, наверное, там предложение. Ливерпуль. Травма на тренировке, никакой не Ливерпуль. Вот. Так что мы продолжаем ждать. Почему бы и нет. Так, ну здесь пока что все еще ничего так сильно нам не прокачивается, чтобы 91-й рейтинг нам давать. Но все равно обидно. Ну и все, сейчас у нас прям матч. Матч за Суперкубок Германии. Я бы без проблем перешел бы в Манчестер-Юнайтед. Мне бы ничего это не составило труда. Ну что же, мы играем дома. Бюрки, Юкуслу, Кристенсеншульц, Казимира Шкринера, кстати, купили. Но куда-то его вообще поставили. Я сейчас удивлюсь, куда. Что у нас по новостям? Счетники, на которых стоит... Мелан Шкринер куплен 30-летний 90-й рейтинг из Интера. Манчестерин этот не для меня. Высо-эно-трансер у меня написано. Вот у меня две характеристики владения и дриблинг по 99. Так что все, поехали. У нас домашний матч против Баварии. Мы у них забрали и Кубок, и Чемпионат в прошлом сезоне. Шкринера на ЦОПа, кстати, поставили. Ну ладно, посмотрим, как это будет выглядеть. Но я надеюсь, что у нас получится выиграть Суперкубок Германии. Поехали. Итак, разминаемся. Мы сегодня, как команда, которая выиграла свой Требл, мы вроде единственная немецкая команда, которая это сделала. Я, если честно, не помню, Бавария вообще выиграла или нет Треблы. Забыл посмотреть. Но то, что Баруси выиграла свой первый Требл, это правда. За всю историю единственный раз выиграла. Мы сейчас на Сигнал иду на парк. Я правильно понял? Или нет? Сигнал иду на парк, да. Почему-то здесь это именно так подписывается. Но когда мы играли, там Барусия парк. Как-то или Барусия стадиум было написано. Ладно. Поехали. Барусия Дортн, Бавария, Суперкубок Германии. Поехали. Бранд. И Казимиру. Взбилевое от Бранда. Отлично. 1-0. Очень классно сейчас все получилось. Я думал, что Казимиру здесь и на меня как-то попробуют отдать. Но нет. Здесь я тоже отлично открылся. Но он сам решил пробить. И очень хорошо. Казимиру забил в финале Лиги Чемпионов Барселоне. И забил сейчас еще. Это вообще замечательно. На 40-й минуте мы уходим вперед. И все, друзья. Наш трофей. Теперь мы точно выиграли все в Германии. Мы выиграли и Чемпионат, и Кубок Германии, и Суперкубок. Мы выиграли даже Лигу Чемпионов за немецкую команду. И теперь мне остается просто через пару дней выиграть еще и Суперкубок Уэфа за именно немецкую команду. Я выигрывал Суперкубок Уэфа за Мадридский Реал. Вот. Хотя и не выигрывал Лигу Чемпионов с ними. Но выигрывал с Атлетикой в этом же сезоне. Ну, все замечательно. Санчо сейчас будет, наверное, поднимать все-таки, да? Ну, Санчо. А Казимиро. Где я опять? Ну, здесь снова вот сзади. Справа вот вместе с бюрки рядом. Ну, и Суперкубок Германии. В этот раз уже за нами. В прошлом сезоне мы проиграли этот трофей по пенальти, сыграв 1-1. Это был наш первый матч в Германии. Но мы уже тогда отдали голевую набрану. В этом матче мы вообще ничего не сделали. Просто так забрали себе трофей. Все замечательно. Получается наш третий трофей в Германии из трех, которые мы только могли действительно выиграть. Но это заслужено. Это заслужено. Мы полную гегемонию теперь сделали в Германии. Вот. Треблера все-таки выиграли в прошлом сезоне. Но мы ждем предложения. Сейчас Ливерпули, если предложить мы отказываемся и ждем какой-нибудь еще. Предложение. Так. Изменения в расписании. Понятно. Так. Да, через два дня буквально у нас игра в суперкубке UEFA. Вот. В нем я не участвовал, получается. Ну вот целый сезон. Может в прошлый я... Или нет? Да, да, да. Целый сезон. В прошлый я не участвовал. Вот у нас как раз игра с Ливерпулем. Через пару... Ну я не буду, наверное, играть или все-таки стоит. Вот вообще не знаю. Что нам здесь делать? Выставленный трансер, кстати. Ушло это предложение от Ливерпуля. Я буду... Давайте я все-таки буду играть действительно матчи. Вот. Которые будут у нас здесь в начале Майнца. Что тут еще? Вердер, Вольфбург. С ними я пусть так и быть сыграю. Но у нас сейчас самое важное. Это матч Ливерпуль против Боруссии. Юрген Клоп против своей бывшей команды. Здесь мы видим Лозанну. Правильно же я понимаю, что это Лозанна? Ладно. Сойдем в Европу. Поехали. Итак, показывают нас сейчас здесь Милан Шкринер, Санчо, Я и еще кто-то. Без понятия кто это. Может, Миленкович Савич. Ну вот он, Ливерпуль. Рабье я здесь вижу. Фабинио до сих пор. А остальных здесь, ну, по крайней мере, я играл очень давно. Уже получается из Манчистер-Сити я перешел в Реал. То есть, ну, два сезона я уже не играл в АПЛ. Вот, поэтому я не знаю, какой сейчас состав здесь у Ливерпуля. Интереснейше, естественно, сейчас матч будет. Ну что же, Боруссия Дорманд, Ливерпуль, Суперкубок Уэфа. Поехали. И Санчо 1-0. Отлично, 80-я минута. Голевая наша передача. Отлично. Снова мы, ну, в двух наших Суперкубках Уэфа, в которых мы участвовали, мы отдаем снова голевую передачу. Сами еще, естественно, здесь не забили. Но вот голевые мы только и можем раздавать. Все-таки мой прошлый сезон вроде даже был самым лучшим по ассистам. Что-то там 36 вроде ассистов сделал, не помню. Но это даже какой-то сезон у меня намного больше. Перебил он мои первые там сезоны по голам даже. Наш второй трофей уже за этот сезон. Просто за два матча мы выиграли. Ну, теперь мы абсолютно все выиграли, друзья, с вами в Германии. Мы выиграли чемпионат Германии за Барусью. Мы выиграли Кубок Германии за Барусью. Мы выиграли Суперкубок Баварии. Ой. Суперкубок Германии за Барусью. Лигу чемпионов выиграли за Барусью. И Суперкубок Уэфа мы выиграли тоже за Барусью. Но здесь осталось только Лигу Европы выиграть. Мне кажется, нет никакого смысла здесь. ну в германии муж точно все прям выиграли а вот это вот уже лига чемпионов суперкубок за такие то за такие то команды из таких то лиг это уже но приверенство мне кажется поэтому уж точно мы все теперь выиграли в германии вот могли бы конечно еще в первом сезоне бундеслигу 2 выигрывать но это у нас немножко не получилось бранта покупать кстати мадридский реал мой братюня уходит вы серьезно сейчас это лучший круг турнир это санчо лучше групп турнира это каземиру очень серьезно реал мадрид купил бранта за 100 миллионов 300 тысяч евро брант мадридском реале вот мой братюня и бросил меня ушел в шоу в испанию ну ладно удачи ему мы пожелаем с кем я теперь там буду вообще эриксон эриксон был да у нас или выходил на замену ну что очень трудно нам сейчас будет ждать естественно но мы отыграем естественно эти матчи нельзя все-таки пренебрегать бундеслигой вот сыграем матч против майнца ливень на стадионе опель арена поехали и так замечательный стадион опель арена стадион майнца мы играем сегодня в бундеслиге мы решили немножко естественно поиграть может быть действительно останемся на второй сезон в боруссии но потому что предложение на медицин от манчестера поступило вообще действительно единственное предложение нам делал ливерпуль но так наверное не договорились не с руководством поэтому мы еще играем в боруссии майнц против боруссии бундеслига поехали подача ну санчо хотя бы такой забил ладно уж 1 0 хотя бы мы вышли это уже радует что мы хотя бы забиваем а то с майнцем мы в прошлом сезоне могли там вот даже с ганновером я помню этот матч 3-2 мы им проиграли вот это просто обидно было здесь мы хотя бы ладно забили санчо забивает свой второй гол вроде в сезоне вот у нас это не ассистент мы сейчас не ассистировали ему здесь голкипер так сбросил ему вот но поэтому все равно вышли сейчас хотя по вере не будем играть только реально в обороне играть пасы ужасный и забивает нам меча меча отлично уходим на перерыв со счетом 11 будем бороться с на втором тайме значит больше нам ничего не остается делать ничья вот так вот а между прочим и полностью доминировали в германии в прошлом жизни ну ничья конечно все травму какую-то микротравмами получил 7 0 оценка вот ничего особенного не сделал за матч санчо забил единственный гол за нас бавария проигрывает вообще вольсбург кстати 21 так что замечательно для лучшей немецкой команды теряют очки в первом туре вообще супер точно ли мы с теми командами сейчас играем но мы дальше ждем травма вроде ничего так не сказалось не появилось там ничего что мы правильно мы ждем ждем предложений что их вообще серьезно нету что не так одно единственное предложение было от манчестер юнайта да и все может стоило действительно переходить штутгарт делает мне предложением серьезно и чтобы вернуться штутгарт они тоже он с этим ничью сыграли он походу вот действительно еще штутгарт будет предлагать смеха ради на предложение такие на эти игроки даже сборную править казимир в сборную бразилии но у нас игра против вердера ну что же мы играем дома в домашний они как раз за дополнительной в своей черной ясном стадионе поехали и так замечательно наш домашний стадион мы сыграли в ничью в первом же туре обидно конечно было терять но все-таки бавария вообще проиграла вольфбургу тоже на выезде поэтому я вообще не знаю что нам ждать я не буду убирать себя с трансера мы будем получать предложения по ходу сезона и уже от этого будем решать на потому что тоже неправильно было бы поступить у меня стоит задача попасть во французский чемпионат в про эволюши не естественно можно вообще самому именно подать свои так сказать резюме клубу чтобы они посмотрели в фифе такого нету к сожалению поэтому я не мог бы чисто предложить пассажир самому себя было предложение единственное от манчестер юнайтеда но я его отклонил в надежде на то что у нас еще будет много предложений оказалось что хороший нападающий рейтингом 90 молодой никому не нужен хоть и два раза выигрывал лигу чемпионов становился дважды подряд лучшим бомбардиром в испанском и в немецком чемпионате ну что же давайте от грустного отойдем у матч баруси дортман вердер поехали ой как хорошо получилось то и савич забивает отлично 1-0 моя голевая передача первая в бундеслиги в этом сезоне не отлично очень хорошо мы прыглись прошли защитника увидел я одного савича этот пробивает левой ногой отлично 1-0 первый гол милинковича савича в бундеслиги я пока что вообще не забиваем уже второй тур я только успел свою голевую отдать и какой гол за штрафной мы сейчас просто забиваем я просто на шару решил так пробить и получается на забить отлично 2-0 77 минута получилось я причем еще просто так прогуливался я ведь начал этот штрафной разыгрывать так пасы но здесь вот санчо отлично не увидел но я так решил в касании за штрафной пробить классно он прям полетел на том что у меня завершение там 99 и дальние удары хорошего меня это классно главное что нам никто не помешал и мой первый гол в бундеслиги в этом сезоне тоже забыл забито это отлично сразу же нам второй матч на сигнал не парк первый причем домашний у нас мать и сразу же гол плюс голевая уверенная победа дортмунда над бременом гардер потерял очки сегодня мы забили голову и отдали голевую просто классно здесь на матч получился 9-2 у меня оценка рейтинг уже 91 я увидел это просто замечательно значит у нас повышается рейтинг это классно так что новую карточку снова с вами получена значит так начинаем прокачку но мы стоим уже 97 миллионов кстати поднялись но все сейчас вроде там матчи у нас вот один и остался с фолькбургом который сейчас две победы из двух у них вот так игроки отправятся в сборные теперь уже именно европейский здесь ну и казимира тоже отправился предложение нам пока что вообще не поступает мы увидели жеребевка лиги чемпионов сразу же вот она в конце августа вот прошла на я уже увидел группу так сейчас мы быстренько с вами обсудим посмотрим и либо европы тоже вот так лига чемпионов начнем по порядку манчестер сити байер интер и локомотив но здесь интересно конечно группами кажется сити с интером должны дальше проходить дальше бавария наполи цска селтик но на поле баварии будет тяжело конечно правом удачи пассажир как раз та команда который аякс кстати в лиге чемпионов надо они там вроде вторую строчку за ними только будто пробились пассажир тоттенхом аякс феннербахтином кажется здесь аякс просто вылетит барселона челси psv шахтер атлетико мадрид лейпци контроль за бург 2 rb в одной группе интересно вот они мы с валенсии с монако и футбол клуб как-то но это не помнишь и даже откуда этот клуб фксб вот но кстати монако та команда в которой я бы мог конечно вы перейти но нет нам не от них даже нет предложения ливерпуль ювентус бенфика и спартак реал ли он рома динамо киев все вроде мы все так посмотрели сейчас пробежимся еще и по лиге европы быстренько мы группа у нас действительно проходим а здесь валенсии мы наверно дальше пройдем но хотя я не знаю сейчас что составом у монако спортингинг траблон спорт славия прага и мьюбе шептаж луза на розенбург так что если я бы пришел бы в мьюбы то у меня был бы шанс бы выиграть лигу европы еще вот первый в карьере арсенал викторий гуумареш базаль аустрия аталанта гент лишь познан хакен шальки олимпиакос рейнджерс витес хофенхайм феннорд бронды биде пул башен шахир рен брага рапид норк копинг лиль ньюкасл панцио найкос копенгаген франкфурт и марсель стандарт лиги виктория полизень виллереал болонья азе юнг бойс милан севиль аег галатасарай реал созидат порту брюги и сион все пока что но тут у нас два матча кстати отчет нас не взяли серьезно нас не взяли на матче сборной как раз на квалификацию здесь кстати франция чехия то есть именно эти два матча вот именно с францией нам надо было очень хорошо себя показать ну ладно нам надо главного чехов бы обыграть тогда мы попадем на чемпионат мира у нас матч вольфбург боруссия у нас 91 рейтинг друзья вольфург кстати обыгрался счетом 21 бавариум у себя на volkswagen арене и пока что у них две победы из двух угла на стадионе поехали и так против вольфбурга мы в прошлом сезоне вроде на именно этом стадионе мы сыграли в ничью 0-0 это было вроде наша вообще первая потеря очков ну вот третий тур уже мы встречаемся против вольфбурга которая обыграла баварию с счетом 2-1 но посмотрим как все таки мы сыграем но пока что вообще вот предложение к сожалению нам нет таких клубов и не поступает и вот сейчас можем под концовку тайма провести опасную атаку но это пенальти мы его зарабатываем мы его и пробьем желтую получает игрок вольфбурга и ванилдо фернандес ну что забиваем естественно снова моей панелькой в левый верхний угол мой второй гол в бундеслиге мы забиваем вольфбургу перед самым перерывом с пенальти и отлично минимальная победа дортмунда над вольфбургом единственно нашел от пенальти помогло нам выиграть но зато наш второй гол в бундеслиге в этом сезоне это отлично я еще лучше друг матча оценка 7 8 так нам приходит сообщение нас все-таки вызываю да в сборную россию одно радует что в последнем минут хотя бы нам так сказали вызываем 10 часов до конца я верю что какой-нибудь клуб не все-таки предложат предложение о трансфере челси друзья но это челси я сейчас гляну я просто гляну так прямо сейчас захожу челси идут кстати на первой строчке с манчестером с манчестер сити саунд гемптоном вот сейчас я гляну еще кое-что где они сейчас играют в каком еврокубке вроде мы посмотрели они должны были чемпионов вроде играть я бы без проблемы перешел в челси хоть мне манчестер предлагал но про сейчас я не хочу оставаться в бундеслиге потому что уже все здесь выиграл мне не интересно чисто здесь находиться вот поэтому я просто отыгрывал свой контракт ну вот раз честно нам предложили сейчас мы глянем да челси барселона psv шахтером здесь кстати мы должны до выходить и вместе с барсой поэтому я сейчас даже вот как сделаю я остановлю запись на этом моменте гляну предыдущий ролик где мы кстати смотрели сами итоги прошлого сезона и посмотрю на каком месте был челси и так друзья я посмотрел и меня это немного удивило мы видели сами что нам первое предложение приходило от манчестера юнайтеда мы решили сами что все-таки мы подождем все такое вдруг все-таки псы же нам предложат мы дождались до конца трансферного окна нам пришло предложение челси так вот в прошлом сезоне манчестер юнайтед занял четвертую строчку в премьер лиги а челси пятую но как-то я сам удивился манчестер юнайтед занимает место в лиге и в европы сейчас участвует в ней а челси в лиге чемпионов не понимаю как обладателем лиги европы стал ливерпуль поэтому но это странно но я естественно принимаю предложение челси это мое возвращение в англию надеюсь что в этот раз у меня получится намного лучше мы сможем стать чемпионами англии я не стал чемпионом англии обладателям кубка англии кубка карабао супер кубок англия выигрывал но и лигу чемпионов тоже английский клуб интересно было бы выиграть так что я подписываю контракт с челси вот туда все вроде это даже самая высокая у меня зарплата мне такую еще никто не предлагал так что роман абрамович здравствуйте я перехожу к вам все подпись моя поставлена 31 августа 2025 года и еще за сколько меня подписали не написали фрэнк лампр кстати да тренер такой вот у нас интересный легенда тоже футбола мы сейчас глянем здесь на в новостях за сколько меня подписали так я захожу сразу в новости так но это мы читали хори в тепло принят болельщиками клуба челси мне напишут за сколько блин меня подписали алёу пока что вот вообще челси подписывает игрока вот все такое но мне не пишут за сколько мне кстати подписали почему не написали моя карьера ну там я вряд ли бы чего увижу мои действия например вот у меня 10 номер но вряд ли он у меня будет 9 у insini кстати но мне вряд ли 10 номер будет мне на 9 автоматически изменится вот мои характеристики а формата кстати идет друзья классно мне нравится синий цвет вроде мы еще ни разу за команду вот здесь ничего не написано естественно так что я просто ну не знаю за сколько меня подписали в лондонской челси вот ну действительно из всех лондонских команд которые могли быть это арсенал челси ну тоттенхэм вот из этих всех команд я бы действительно бы перешел именно бы в челси именно из лондонских не больше не потерю именно челси в манчестере больше не симпатизирует манчестер юнайт хоть я играл за сити в ливерпуле здесь на ливерпуль никакой не everton так что по факту я перешел в ту команду из определенного города который мне больше всех симпатизирует это логично вот более обидно что вот не приняло предложение от манчестера юнайтеда так ко мне будут писать или нет когда челси подписывает нового игрока один из лучших в мире написано я просто ну не знаю свою цену мне ставить но это неправильно будет потому что я в хорошей час в отличной форме мне написано вот и девяносим миллионов я и так стою то есть намного дороже меня должны купить потому что я все-таки обладатели лиги чемпионов и тыры-пыры все такое так что но вот мы перешли в команду из apple то есть мы возвращаем теперь мы прям должны на топовом уровне все-таки в сити когда мы переходили мы только в италии у нас это сезон не так сильно хорошо сложился в италии потому что в ювентусе нам не сильно много всего давали и времени такого вот а здесь вот теперь мы прям должны с хорошей уверенностью так длинный пас у меня да мне надо вот лучше длинный пас покачать навеса вот лучше вот этот навес и длинный пас покачаем ну и защиту естественно потому что ну хороший нападать тоже должен уметь обороняться вот пришло нам трансферное окно закрыто да ну давайте посмотрим на задачу 19 голов не меньше 6 голов голевых не меньше все такое но это мы бы так все сделали но кстати в плюс нам идет еще и вот эти вот сколько мы отыграли от сезона июль август два месяца мы отыграли за баруси дорман так что это нам тоже пойдет как-то статистику вот и так друзья у нас сборная россии игра против франции и чехии ну вот видите лига чемпионов действительно прямо написано здесь групповой этап мы играем все тут у куба карабао начинается вот барса как раз не будет про мне нравится то что мы перешли в челси их давайте также познакомимся с командой вот а потом уже начнем сам матч ну что же поехали самого начала здесь на воротах у нас будет стоять аудеро ну по факту до 85 рейтинг итальянец не знаю вообще откуда он бланку есть еще испанец 82 кстати вот на кепу очень похож еще в такой форме и знаю что это испанец слева у нас будет но чего наверно хотя куфри тоже неплохо чилл 28 лет ему 85 рейтинг неплохо в центре обороны у нас гомес кунде ну такой себе ну гомес классно да защитник 28 лет ему рейтинг уже 88 справа перейры наверное хотя нет у нас есть баста с 84 29 летний аргентинец канте 84 рейтинг уже падает у него топник маккени кстати из шальки мы играли против шальки в составе напали в лиге чемпионов на играли кейта есть 87 89 артур что еще здесь могу сказать коки наш мы играли вроде с ним до в атлетиков хоть мы и саулем больше были тесно связаны вот лукман 86 наверно будет справа он играть хотя есть хатса надо и пули 686 инсини мы с ним вроде не играли мы пришли в на поле его сразу продали депай 85 мы и здесь есть еще муса дембеле который кстати нам забил тогда хитрик когда мы за манчестер сити играли он вроде нам забил да на стэнфорд-бридж хитрик свой нам он запи вот сейчас у нас есть задача мы если выиграем францию не знаю что от этого будет но мы выиграли кстати французов вот если мы выиграем францию можно попасть на чемпионат мира с первой строчки и обыграв еще в втором матче чехов поэтому это будет интересно конечно но не знаю как это у нас все конечно получится вот но вообще может быть хотя разница мячей у нас здесь такая себе но если все-таки у нас получится обыграть дважды французов может быть по очным матчем нам все-таки засчитают у нас выше все таки добавят ну что же мы играем матч против сборной франции но что же мы будем в домашний красный давайте французы отыграют в гостевой белый открытие арены легендарный уровень сложности облачь на стадионе поехали ну что ж друзья перед матчем со сборной франции я поменял себе бутсы которые более бы подходили к форме лондонского челси поменял повязку на правой руке теперь она не желтая а синяя поменял празднование там прическу немного так что думаю этот сезон нам более чем предстанет очень хорошим потому что рейтинг 91 мы в в самой топовой лиги мира и так вспоминая игроков из сборной россии которые играли в челси я вспоминаю только одного русского футболиста это мой земляк алексей смертин играл он вроде как опорного полузащитника в челси но посмотрим как мы отыграем этот сезон в лондонском челси а там уже будем ждать предложения от псж у нас сейчас матч девятый тур квалификации к чемпионату мира россия франция поехали наша пока что единственная ой-ой-ой но это все ну да шестая минута также практически где-то начинала сборная франции на парк де пренс они тоже быстро забили причем тоже вроде мбаппе забил здесь вот ну где была сейчас оборона вот здесь дали про здамбеле здесь это дивей вроде пролетел мимо кельяна мбаппе мы им седьмой гол кельяна мбаппе на квалификации чемпионату мира и и отлично 11 перед самым перерывом сборная франции сравнивать что ты вот такое празднование себе поставил в лондонском челси олдфаги действительно помнят это празднование дед рогба когда он перешел в лондонской челси многие о нем говорили что он очень старый ничего себя не покажет но они выиграли вроде именно дед рогба лигу чемпионов я не стар мне 26 там вроде поэтому я очень хорошее подписание челси абрамович со мной созвонился говорит переходи все будет хорошо говорит в игры мы лигу чемпионов я говорю я вам это пообещаю я двухкратный обладатель лиги чемпионов с атлетико мадридом первая моя лига чемпионов вторая с борусь и дурман с двумя разными клубами в двух разных топовых пяти лигах я выиграл так что чехия кстати выиграли 2-0 венгрию ничья нашей земле 11 сборной франции то есть мы ни разу не проиграли французам за всю эту квалификацию это отлично сейчас мы глянем что там в турнирной таблице потому что у нас ничья скорее всего на сейчас чехи будут обгонять они 3-0 обыграли венгрию сейчас мы глянем сейчас мы все вот глянем так нет нас чехи даже не обгоняют мы даже если с ними в ничью сыграем мы в плей-оффе то есть нам никак нельзя вот просто проиграть именно чехом нам нельзя так нас берут кстати на матч это замечательно на выездной причем они будут в красном и в белой стадион недор облачно стадионе поехали и так 10 последний матч у нас на квалификации сегодня все или ничего либо мы побеждаем и играем либо в ничью и проходим дальше либо мы проигрываем сборной чехии и она проходит на чемпионат мира какого года уже две тысячи двадцать шестого получается ну да здесь двадцать четвертом был у нас чемпионат европы знали тыс до шестом у нас чемпионат мира уже получается после катара я не помню где он там будет этот чемпионат мира ну ладно и все друзья сборная россии квалифицировать на чемпионат мира две тысячи двадцать шестого года сейчас мы это точно с вами убедимся все-таки мы сыграли в ничью с чехами поэтому думаю моментов у них не должно было сложиться франция 4 0 быкрала северную ирландию поэтому все мне кажется мы официально на чемпионате мира правда выше но со второй строчки с французом было будет трудно проходить написано пройден отбор на кубок мира сейчас это все равно глянем не это просто интересно так квалификация чемпионата мира и да друзья мы попали на чемпионат мира 1 одно очко до чехи у нас поэтому чехом действительно здесь не повезло у них был действительно последний шанс зато мы единственная команда которая ни разу не проиграла на квалификации северной ронадии вообще ни одного матча не выиграл зато у нас пять побед 5 ничьих все замечательно но французы единственно раз проиграли как раз именно нам так у нас во-первых тренировка после сборной на си и наби мы все выполнили это отлично мне кажется так мы приехали в apple к пятому туру пятому челси и манчестер сити главные сейчас фавориты в чемпионате у них по 12 очков так что вот это вот интересно лучше от бомбардир пулишеч 7 голов в четырех матчах у него уже ну посмотрим посмотрим что он из себя представляет я все-таки теперь могу наверное бороться за звание лучшего бомбардиры apple пасмур на стадионе сэд джеймс кстати теперь у нас все стадионы лицензированы лицензированы вот поэтому пулишеч хори в хацанадой артур кейта чилл вы кстати вот посмотрите вот как здесь маккене бы я бы поставил бы нацопника гомоза на лево центрального защитника чего как раз бы на lz бы встал здесь какие-то вот ладно но все равно статы очень у всех хороший именно рейтинг самый слабый у нас игрок это 84 баста справа защитник поехали итак друзья мы снова возвращаемся в англию как получается сколько мы сезонов два сезона назад прошлом в германии отыграли позапрошлые в испании как раз из манчестер сити мы перешли в мадридский реал поэтому из баруси мы перешли в челси хотя могли в манчестер юнайтед но мне очень понравилось ну не в том плане что да я бы действительно из челси и манчестер юнайтед выбрал бы манчестер юнайтед но просто я ждал до последнего что нам предложат все-таки пассажир перейти к ним поэтому глянем что из себя представляет снова это апл мы играли не помню там с 86 вроде рейтингом сейчас у нас очень хороший рейтинг 91 бум и это голевая на пули шича а пули сейчас у нас лучше бомбардир кстати в лиге у него сейчас 8 год получается в пяти матчах и это отлично моя долгожданная голевая передача в апл отличное возвращение мое в англию это супер это классно сейчас получилось здесь это первых убрал его и увидел что там пули шичи на заднюю на дальней штанге во первых было это замечательно прошла еще и передача ну и пулишич 22 номер в лондонском челси забивает номера себе кстати тоже поменял на девятый не знаю поменяется ли он там у инсини который вряд ли вообще будет выходить на поле у него 78 рейтинг и это наш первый гол друзья за лондонская челси мы вернулись в англию и забили гол и отдали голевую вот так вот отпразднуем стиле диди драгбы если мне не понравится такой праздник по ходу сезона я его естественно могу поменять напишите в комментариях как вам она ну да ну такой сторонник когда все таки мы не в возрасте может я прям сейчас после этого матча и поменяю но очень классно здесь получилось накрутить и пробили в новых кстати бутсов ну все первый гол в премьер лиги отлично и и отлично этот дубль классно мы сейчас все развернули здесь и отлично это два но дубль это 3-0 отлично дубль плюс голевая на сегодняшний матч пулишич там бежал думали на него буду давать но нет я буду с пулишичем сейчас соревноваться пытаться обогнать его потому что у меня сейчас два гола за один матч и плюс голевая еще в пл вообще супер сейчас здесь получилось развернуть ну и все классно хаться надо и меня вместо него выходит кто 32 номер и все друзья первая наша победа в англии за челси 3-0 обыграли на выезде не указал забили дубль а дали одну голевую мне кажется все замечательно у нас и теперь мы просто будем ждать матча против манчестер сити чтобы обыграть их очень классно мы сегодня от играли лучший игрок сесть на матча я сити 3-0 также вот выиграли обыграв норвич но мы все равно выше не будем сегодня и так у нас во первых лига чемпионов стартует за челси с манчестер сити мы не очень провели тогда лигу чемпионов мы вышли из группы еле-еле там со второй строчки и попали сразу же на пассажир от них мы и отлетели у нас барса причем в лиге чемпионов барселона команда в последние года именно у нас в карьере это такой прям аутсайдер невезучая команда она дважды вышла финал лиги чемпионов подряд но в первом в первый раз мы ее вынесли с атлетикой минимально 1-0 во второй раз баруси с счетом 3-0 так что интересно будет против них играть хорев на высоте говорят это отлично так вообще не написано до сих пор а пулешич кстати признан игроком есть она действительно потому что вот до сих пор так и не написано сколько меня купили все такое на вообще ничего не пишут ладно так я поменяю празднование при вас наверное все таки уберу это ну как бы дать дебютные голы такие до отпраздновали это бы я бы в пассажир такое вот праздную себе поставил это крещено роналду вроде моего я в ивент всегда пробовали это тоже так себе это было у нас голубь то не так ну всякие здесь давайте попробуем такое скольжение интересное ну что же в этом месяце сейчас мы глянем какие у нас матчи вообще до конца выпуска остались потому что у нас концовка месяца и все четыре матча еще psv улверхэмптон это кубок карабао вестхэм и манчестер кстати которые хотели нас подписать но мы пришли именно в челси ну все так что сейчас у нас матч против psv и так играем наш первый матч в лиге чемпионов за челси еще и на стэнфорд-бридж еще и против psv против psv мы играли за ягс так что это вообще первое наше противостояние в еврокубках против голландского вроде вообще даже клуба стэнфорд-бридж легендарный уровень сложности пасмур на стадионе поехали итак разминаются игроки челси вроде как на вот этих предматчевых тренировках разминках показывают самых лучших игроков в составе и мы между прочим там были очень похожи игрок psv на патрика вью вот сейчас который с мячом был ну да ладно итак стэнфорд-бридж замечательный стадион в лондоне мы впервые играем в лиге чемпионов здесь очень классный стадион фрэнк лэмпорт перформанс от болельщиков мы готовы так надо камеру друзья естественно еще поменять вот так намного лучше челси psv лига чемпионов поехали и вот снова пулищик замечательно меня передачу отдает никто уже не держит и это 1-0 мы забиваем в лиге чемпионов за лондонская челси и вот она наша празднование которые опасаться прибудем мы скользить в этом сезоне вот так по газону но отлично забиваем вроде уже третий гол за челси очень хорошо здесь прямо вышли защитим даже не накрыл ну и мощненько так пробили низом рядом с вратарем но это первый для нас гол во первых в лиге чемпионов в этом сезоне первым же матчем мы забили в прошлом сезоне мы стали за борусью дортнуты лучшими еще и бомбардирами в лиге чемпионов так что это вообще замечательно ну что же минимальная наша победа над psv единственным гол принес нам три очка в группе лиги чемпионов так что вот она одна ошибка всего лишь у psv которые привела к нашему единственному забитому мячу но я лучше как матча 9-1 у меня оценка но шахтер здесь проиграл даже 4-0 барселоне ну что же у нас матч против вестхэма сейчас мы глянем на какой они строчки потому что у нас вот сейчас именно идет борьба с манчестер сити нельзя нам терять очки так вестхэм вестхэм в зоне вылета они ни разу не победили четыре раза проиграли один раз играли в ничью ну что же посмотрим как мы против них сыграем мы играем снова дома кстати играем в синий они в белый ясно на стадионе поехали итак разминаются игроки снова челси естественно потому что они сейчас главные фавориты на победу в английской премьер-лиги вместе с манчестер сити они стремятся к этому титулу сити выиграл в прошлом сезоне и в этом они снова вот идут на первой строчки где дорогба сейчас перформа за болельщиков челси игроки действительно настроены мы тоже ну что же челси вестхэм апл поехали и хатса на дое 1 0 отдали мы голевую передачу отлично бежим к нашим игрокам которые пока что на скамейке запасных но очень классно здесь получилось фингт один прошел и отдал хорошую голевую передачу сквозную причем ну хатса на дое замечательного ближний угол мощно пробил и это его второй гол уже в премьер-лиги минимальная победа челси над уэстхэмом мы отдали голевую передачу на хатса на дое и минимально вот победили уэстхэм у себя дома сейчас глянем как манчестер сити там отыграл лучшим игровым естественно станет хатса на дое 7 и 8 у него оценка сити еще не сыграл с брайтоном но скорее всего там будет безоговорочная победа у горожан мы проводим тренировку и так сейчас у нас игра в кубке карабао против уэрхэмптона мы играем давайте в черный они все оранжевый такой малинеевых стадиум облачно поехали итак замечательный стадион стадион домашний булавер хэмптона сегодня у нас третий тур кубка карабао я выиграл всего лишь в англии это супер кубок англии за манчестер сити и все на этом не кубок карабао не кубок англии не что еще можно было не премьер-лигу вот тем более уже не еврокубок за английскую команду я не выиграл поэтому этот сезон может быть станет для нас ключевым и мы постараемся все-таки выиграть все уж состав у нас тоже интересный и мне кажется мы способны здесь состав ничуть не хуже чем у той же баруси и дортман хотя здесь нет то есть на санчо с таким невероятным потенциалом 94 вроде у него уже рейтинг был на тот момент когда мы были в клубе и это пенальти рубен бланка у нас нарушает серьезно удар ну и ой-ой-ой-ой-ой-ой я думал он в створ летит но нет то не забивает и канте забивает с моей голевой отлично я еще и попросил замену я думал что мы сейчас доиграем в ничу ноль-ноль будет серия пенальти я хотел уже просто за команду отыграть эту серию пенальти но ведь как замечательно получилось перед самой заменой мы отдали голевую передачу нам гола контент очень хорошо здесь получилось последнюю минуту так секундочку отдали на контент и все замечательно капитан команды наш забивает левой ногой 1-0 мы выходим вперед на 87 минуте сейчас я просто доиграю уже за команду и все друзья минимальная победа на выезде над булвер хэмптона моя голевая передача основа нам принесла победу прямо как в матче премьер-лиги где мы тоже играли и отдали голевую на хатсона до и 8 и 3 у меня оценки я еще и лучший игрок матч серьезно да не признание лучшим игроком матча нас кстати обогнал манчестер сити скорее всего там по голам и вот это вот обидно на два гола нас опережает манчестер сити это настощие ну да они брайтон 3 0 разнесли поэтому у них сейчас больше разницы мячей сейчас у нас матч против манчестер юнайтед на котором мы и закончим сегодняшний наш выпуск следующий кстати вы посмотрите с какого начинается первое октябре сразу мальчик барселоны вот это будет интересно так матч против манчестер юнайтеда мы играем на олд трафарде что же можно сказать они идут на третьей строчке мы должны отбрасывать от себя вообще любых соперников но еще и манчестер юнайтед очень много нам предлагал перейти в их клубы даже из манчестер сити когда мы там еще играли в этом сезоне из баруси нам предлагали но я решил все таки дождаться предложения от пассажир от пассажир не получил и решил просто уже перейти в любую новую команду и это были именно было лондонской челси поэтому сейчас мы глянем как отыграем мы против м.ю. олд трафарде ясно на стадионе поехали итак разминаются игроки манчестера юнайтеда здесь только лукаса вот вижу больше вот тут сильно никого так знакомых лиц я не увидел для нас это важная все равно игра она последняя в сегодняшнем выпуске важная перед таким вот именно завершением выпуска рио фердинанта перформанс от болельщиков м.ю. и тем более играет вторая строчка против 3 но мы как бы делим первым это кайфа верт естественно и вот я точно знаю марсиале сразу на хаверта м.ю. против челси поехали сейчас нам напоминает вот такой финал лиги чемпионов 2008 года в лужниках практически действительно такой же матч и все друзья после того как я попросил заменить себя манчестер просто начал катать и тянул время как только у меня появлялся мяч и не просто все в десятером которые были игроки у них на поле вратаря не считаем просто бежали на одного игрока просто нереально было и все у нас потеря очков манчестерина ни одного удара даже за матч не нанес но не просто докатывали этот матч вряд ли сейчас но у нас здесь остается только что теперь обыгрывать манчестер сити и только в этом случае мы их обгоним вряд ли они сейчас с бормутом тоже потеряют очки так у нас тренировка вот но и давайте сейчас подведем итоги сегодняшнего выпуска ну что же в пример лиги мы сейчас идем на второй строчке манчестер сити выиграет пока что все свои матчи вот нам остается только наверно обыгрывать манчестер сити и верить в то что либо они кому-то проиграть либо сыграть ничью с кем-то в кубке англии здесь пока что идет еще первый раунд в четвертом туре кубка карабау мы встретимся против ливерпуля это уже получается 1 8 супер кубок мы здесь выиграли обыграв ливерпуль в лиге чемпионов мы пока что идем на 2 строчки потому что барса разгромила шахтер с учетом 4 0 но на чемпионат мира мы квалифицировались с вами все друзья на этом спасибо всем большое друзья за просмотр подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик и ставить лайки если вы нажмите на колокольчик вам сразу будет приходить уведомление о наших видеороликах и стримах который выходит у нас еженедельно по субботам так что с вами был андрей канал футбол это жизнь до новых встреч друзья всем до свидания а 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 Субтитры сделал DimaTorzok